Доброго здоровья, друзья! То, что я вам сегодня расскажу, вызывает слёзы. То, что продолжается, вызывает отчаяние. Но остаётся надежда и вера в вас. Я получила звонок в 9 вечера. Позвонил незнакомый парень и попросил помощи для двух собак. Небольшая булочная. И вдруг увидели возле дверей двух собак. Причём один малыш возле второй собаки всё время пытался присесть. Но собака его толкала носом и не давала. А затем собака просто начала сильно, усиленно носом пропихивать малыша в дверь. Когда малыш оказался между двумя проходами, Он просто забился в угол, лёг и всё, и больше не шевелился. Мужчина это снимал на видео. К сожалению, он не сразу настроил видео и снял уже тогда, когда малыш лёг. Собака осталась за дверью и даже не делала попытки войти. Хотя было видно, что тоже трясётся и замёрзла. Малыш пролежал 4 часа. Сначала решили, что он замёрз, сейчас отогреется и уйдёт. Но он не вставал. Ему положили воду, корм. Он даже не прикоснулся. И тогда парень начал искать помощь. Я позвонила Антону. Антон позвонил своим друзьям Татьяне и её мужу. И ребята отозвались в 10 вечера. Они отозвались. А ребята в булочной ждали. Не закрывали кафе, пока не приедут и не заберут собак. Это говорит о человечности. О том, что мы не все потерянные, ребят. Это потрясающе. Совершенно незнакомые люди сплотились, чтобы спасти маму и ребёнка, как оказалось впоследствии. В результате собаки ко мне приехали в час ночи. И вы знаете, что удивительно? Собака, когда начали вытаскивать малыша, она сильно-сильно волнуется. Она всё время старается на него смотреть. Она старается быть с ним рядом. Пока заносили, она за малышом готова куда угодно прыгнуть и идти. Похоже, что это её последний помёт и это её последний ребёнок. Возможно, единственный из выживших. Собаки переночевали у меня. Утром погрузили их в машину, повезли в приют. Но, ребята, когда мы ехали в приют, меня ещё насторожило то, что они не кушали ни там, в булочной. И отказались от еды у меня дома. Думала, может быть, стресс. Может, действительно до такой степени замёрзли. До такой степени замёрзли, что... Просто не хотят. Хотя это настораживало уже тогда. Ребят, во время того в дороге собака сначала заскулила, а потом как выдала окровавленную лужу. Они больны оба. Я пока не знаю, энперит это или отравление. Но в любом случае, обоих мы положили на капельницы. Друзья, у меня нет денег, даже чтобы сдать анализы. Нет денег на бензин. Мы действительно в очень тяжёлом положении. Приют замело снегом так, что волосы дыбом. И тем не менее, друзья, В этом месяце мы пристроили более 20 животных. Именно поэтому я согласилась взять маму и ребёнка. И плюс Убили маму, а под трубами оказалось 4 щенка. Под плитами. Маленькие, напуганные. Скажите, как жить в этом чёртовом мире? Ребята, мы эту боль, вот это, мы каждый день действительно их видим. Мы здесь рядом. А к вам я обращаюсь. Господи, люди! Ну неужели вам жалко 100 рублей перевезти на приют? Ведь мы погибаем. Погибаем, потому что нас занесло с крышами снегом. Потому что нет корма. Мы не можем вывезти мусор. И свет нагорел на 140 тысяч, ребята. Потому что мы пытаемся согревать слабых стариков, малышей. Для вас 100 рублей. Для приюта жизнь. Вас ведь так много. Постоянно заходят новые люди. Неужели? Неужели вообще в сердце нет капли жалости, а? Но ведь они наши, российские, бездомные. Они не виноваты в том, что родились бездомными. Это мы виноваты, люди. Но это же мы виноваты, что мы их наплодили. Ну почему мы не можем дать им хотя бы 100 рублей? Чтобы они прожили чуть-чуть больше. И не умирали от голода. Что с нами происходит, люди? Ну что с нами происходит? Каждый месяц в приют кричит. Захлебывается. Помогают одни и те же копейками. Собаки похудели. Нам нечем их кормить. Ну что происходит, люди? Четыре месяца бьюсь в администрацию, чтобы помогли. Приезжают, ходят, смотрят. Говорят, мы о вас помним. Скоро действительно будут помнить. Положив цветочек на могилу. Друзья, это не интеррит. Малыш рвет кусками крови. Это отравление. И именно поэтому мать, почувствовав себя плохо, привела ребенка к людям и затолкнула его носом в помещение. Она мать, а в человечей шкуре твари, протянувшие этот яд. Малыш рвет кусками крови. Малыш рвет кусками крови. Малыш рвет кусками крови. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok